Уважаемые слушатели, сегодня мы поговорим с вами о том, почему дистанционное обучение становится обязательным, несмотря на то, что многие его ругают, и каковы перспективы его дальнейшего развития. Чтобы понять, откуда взялось дистанционное обучение и почему его требуют сейчас, начиная от органов образования и заканчивая студентами практически все, давайте посмотрим на линию времени системы образования, как она формировалась, как она изменялась и под влиянием чего она изменялась. Первым обучением, которое возникло в первобытные времена и которое остается первым и сейчас, является обучение внутрисемейное. В первобытные времена оно было не только внутрисемейным, но и внутриплеменным. Потом возникает церковное обучение, которое на сегодняшний день практически исчезло. Потом возникает цеховое обучение, это система среднего профессионального образования, которая осталась до сих пор и которая на предприятиях принимает форму наставничества. Потом формируются университеты, которые остались и останутся, но меняются в сторону современного подхода к образованию. И в настоящее время мы имеем дело с образованием в течение всей жизни. Какие же факторы двигают это образование? Какова логика развития этой системы? Система, естественно, формируется и изменяется для того, чтобы удовлетворять потребности своих участников в обучении. Внутрисемейное обучение или внутриплеменное обучение недостаточно квалифицировано. Правильнее сказать, что оно ограничено квалификацией того, кто эти навыки преподает. У него у этого обучения малый охват, то есть один преподаватель или там старожил, или опытный охотник, или там еще кто-то способен обучить только очень небольшое количество учеников. У него низкий темп и возникает крайне слабый доступ к информации. То есть вот такой специалист, назовем его так, является носителем некоего сакрального знания. И если у него нет желания это знание передавать, то никто его у него, собственно говоря, и не отнимет. Значит, церковное обучение, которое приходит на смену, тоже узкоспециализировано. Охват у него чуть шире, но все равно остается малым. Проблема сакрального знания остается. Темп низкий, доступ к информации слабый. Собственно говоря, именно по этим недостаткам церковное обучение и перестало существовать, поэтому серая стрелочка у нас такая короткая. Цеховое обучение специализировано. Охват у него небольшой, но уже и немалый. То есть оно уже все-таки достаточно шире. И доступ к информации у него средний. Университеты тоже специализированы. Охват у них тоже небольшой. Темп, давайте смотреть на вещи трезвый, низкий. Средний доступ к информации с переходами к хорошему, по мере того, как развиваются интернет и современные средства связи. И вот именно интернет подталкивает нас к тому, чтобы вести образование в течение всей жизни и при этом на базе широкой специализации получать возможность смены профессии с широким охватом обучающихся, с высоким темпом обучения и с широчайшим доступом к информации. Сакральная информация практически исчезает. И я думаю, мы все знаем, что даже если некто сейчас нам рассказывает о неких тайных знаниях, то, порывшись в интернете, можно найти источник этих знаний. Или, по крайней мере, вплотную к этому источнику приблизиться и проверить достоверность того, что нам преподносится как сакральное. Соответственно, именно средства связи являются движущей силой изменений в обучении. И по мере того, как интернет становится все более и более общепринятым, по сути дела, на сегодняшний день он заменяет и мобильную связь, дистанционное обучение станет превалирующим. Другое дело, что не надо дистанционное обучение рассматривать как примитив. То, что сейчас преподносится как дистанционные текстовые материалы и проверочные тесты, причем одного типа вопроса с множественным выбором. На самом деле, возможности дистанционного образования намного-намного шире. Так вот, требования к образованию в течение всей жизни, которые мы уже назвали, это широкая специализация со сменой профессии, с широким охватом, высоким темпом и доступом к информации. Поэтому образование должно быстро менять свое содержание, использовать активные методы обучения, ориентироваться на практические навыки и результаты и готовить людей к трудоустройству и к работе. То есть, академическое, университетское образование, которое по сути своей восходит к церковному образованию и ночевотничеству, к великим книгам, теряет свое значение и на первое место выходит умение решать задачи и добиваться практических рабочих результатов. Соответственно, меняются и требования и к преподавателю. Он должен обучать не информации, а ориентации в потоке информации, куда слушатель или студент может попасть и без преподавателя. Он должен уметь учить выбору авторитетов и мнений, то есть, как из этого потока выбрать правильное мнение. Он должен уметь формировать целостную картину мира и отрабатывать с обучающимися практические навыки работы, как hard skills, так и soft skills. Самое главное, что преподаватель должен сам все это уметь. Соответственно, в обучении он должен уметь быстро менять контент, он должен обосновывать выбор контента и больше времени уделять практике, особенно если идет смешанное обучение очно-дистанционное, применяя в ходе очного обучения активные методы. Может ли образовательная организация обойтись без дистанционных технологий, в частности, без поддержки очного обучения дистанционными технологиями? Ответ простой. Теоретически может, а практически, если преподаватель соответствует вышеописанным требованиям, то образовательная организация сама этого не захочет, потому что в традиционных средствах обучения поменять контент достаточно трудоемко, технически и организационно это связано с определенными препятствиями, возможности обоснования для замены контента отсутствуют или неудобны, и все это заточено под традиционную лекцию. А в очном обучении с поддержкой дистанционными технологиями контент заменяется быстро, обоснование замены чрезвычайно простое, а во многих случаях вообще не требуется, потому что контент меняется, а соответствие программе остается, просто он меняется на более актуальный. Применение других материалов других авторов облегчено, при этом сохраняется корректность цитирования, ничьи авторские права не нарушаются. И вот такая поддержка дистанционными технологиями приспособлена к перевернутому обучению за счет того, что теоретические материалы размещаются в среде дистанционного обучения, студенты или слушатели изучают их сами, приходят на занятия более или менее подготовленные, по крайней мере ознакомленные с теорией, и на очных занятиях можно контролировать проработку теоретических материалов, разбирать сложные вопросы, проблемные какие-то сферы и отрабатывать практические навыки. То есть вот именно такое перевернутое обучение, очное с поддержкой дистанционными технологиями, это сегодняшний день, это то, что соответствует непрерывному образованию в течение всей жизни и то, что позволяет удовлетворять требования работодателей. Как развить дистанционное обучение на различных стадиях? Для этого надо вначале понять, на какой стадии вы находитесь. Первая стадия – это отрицание дистанционного обучения. Это то, что приходится слышать. Дистанционное обучение – это фуфло. Лучшее обучение было советское. Встают вопросы, почему же советские инженеры так плохо приспособились к изменениям технологий, почему они сейчас себя не проявляют. Не все, конечно, но, к сожалению, многие. Вторая стадия, точнее первая, потому что отрицание – это стадия нулевая, когда отдельные преподаватели делают отдельные курсы, не используя при этом никакой отчетности по дистанционному обучению. Следующая стадия – это когда отдельные преподаватели создают курсы, но по дистанционному обучению появляется уже отчетность, появляются отчеты о деятельности, появляются ведомости, которые могут прикрепляться к традиционной стандартной ведомости по курсу. Следующая стадия – это когда отчетность по дистанционному обучению включается в бизнес-процессы организации. И последняя стадия – когда дистанционные образовательные технологии применяются массово, а отчетность по ним является обязательной и становится частью управления качеством образовательной организации. Вот на этом слайде вы видите опрос, который позволяет вам определить, на какой стадии дистанционного образования находится ваша организация. Вы можете остановить просмотр, прочитать описание стадии еще раз и оценить свою стадию. Но только начать нужно с нуля, а не с единиц. Сейчас мы с вами коротко рассмотрим различные способы и модели развития дистанционного обучения в организации. Всего существует три основных способа. Это обучение преподавателей и специалистов самостоятельно, обучение с помощью инструкторов или вообще без обучения своих сотрудников, приглашение специально обученных людей. Типичное стихийное развитие предполагает, что преподаватели самостоятельно учатся слабо и приглашают специально обученных людей для создания дистанционных курсов внутри организации или на аутсорсинг, то есть внешних специалистов. Это, к сожалению, медленно и дорого. И, в общем-то, не имеет перспективы, потому что в какой-то момент дороговизна остановит данное развитие. Может существовать аутсорсинг с обучением, когда мы приглашаем специально обученных людей для того, чтобы они помогли нашим преподавателям и специалистам самообучаться. Это уже лучше, но по факту обучение может не происходить. Опять же, это дорого, конфликтно, преподаватели далеко не всегда желают учиться. Поэтому мы, как вы уже догадались, ратуем за обучение с последующим развитием. Когда преподаватели и специалисты обучаются с помощью инструкторов, мы предлагаем своих специалистов. У нас это очень хорошо получается, и мы можем это доказать. И при этом мы обучаем с последующим самообучением преподавателей и специалистов, и внутри организации формируется некое такое ядро специально обученных людей, которые впоследствии развивают организацию уже как некая инициативная структура. При этом у организации есть первоначальные вложения, но обучение настолько эффективно, что конфликтный этап очень укорачивается, и дальше обучение идет практически без особенных проблем. Вот сейчас вы можете остановить снова просмотр, ознакомиться с опросом номер 2 и прикинуть, какая из моделей реализуется в вашей организации и какие результаты она, соответственно, у вас дает. Значит, каковы преимущества и проблемы той модели, за которую мы ратуем? То есть модель обучения дистанционным технологиям при помощи инструкторов, наших инструкторов, с последующим самостоятельным развитием. Преимущества. Быстрая подготовка ядра преподавателей и специалистов, которые потом помогут остальным. Второе преимущество. Быстрый запуск первых дистанционных курсов, причем не базовых, которые компрометируют все дистанционное обучение, а полноценных, интерактивных, соответствующих реверсным технологиям обучения и добивающихся нужных результатов обучения. Присутствует возможность последующего наставничества и планомерный успешный переход на массовые дистанционные курсы. Проблемы, ну или скорее недостатки, или обратная сторона медали, это инвестиции в обучение, возможное сопротивление обучающихся, которое будет тем сильнее, чем ниже уровень компьютерной грамотности, чем более ригидно точнее система оплаты труда, и чем сильнее конфликты между преподавателями, неважно, почему эти конфликты в организации ранее возникли. И третья проблема, это неготовность к организации, к управлению дистанционным обучением, которая тоже имеет разные симптомы проявления и разные причины, сейчас не будем на них останавливаться. Все проблемы преодолимы, но мы считали своим долгом в данный момент их обозначить. Значит, здесь на этом опросе, в третьем опросе, вы можете оценить уровень IT-компетенции персонала вашей организации, который, будучи низким, является основным препятствием к развитию дистанционных технологий. Значит, если уровень крайне низкий и компетентных людей практически нет, или он откровенно недостаточный, когда компетентных людей мало, то, конечно, начинать надо не с дистанционного обучения как такового, а с подтягивания компьютерного уровня. Но удобнее всего это делать при базовом, таком начальном обучении компьютерным технологиям, когда одновременно решаются две задачи. Создается мотивация к приобретению компьютерных навыков, ну ясно, зачем этому учиться, и параллельно осваиваются азы. Значит, если же компетентных людей более или менее достаточно, и тем более, если их откровенно достаточно, то тогда обучение сразу идет очень хорошо и очень быстро. Значит, и вот здесь, на этом слайде мы показываем, чему мы учим, когда учим эффективному использованию дистанционного обучения, эффективному использованию конкретно среды дистанционного обучения модул. На базовом и продвинутом уровне мы учим созданию дистанционных курсов, на базовом уровне простых, на продвинутом уровне интерактивных, и на уровне мастера мы учим управлению дистанционным обучением отдельного студента, обучением группы и дистанционным обучением организации в целом, что бывает чрезвычайно эффективно. Значит, здесь вы видите уровни обучения или уровни мастерства, базовый, продвинутый уровни мастера. В нашем видео мы останавливаться на них не будем. Вы можете либо остановить просмотр и внимательно прочитать этот слайд, либо перейти по соответствующей ссылке и ознакомиться с этими уровнями на нашем сайте более детально. Значит, здесь продолжение таблицы, которая показывает другие характеристики обучения на различных уровнях, то есть описывает организацию обучения, характер договора указывает приблизительную стоимость обучения. Причем надо сказать, что мы охотно проводим обучение на выезде, но в этом случае стоимость обучения калькулируется в зависимости от того, где вы находитесь, каков размер группы, сколько преподавателей приезжают в научные модули и так далее. Значит, на шестом и седьмом уровне, на базовом и продвинутом, на выходе вы получаете группу преподавателей с удостоверением о повышении квалификации, причем квалификацию мы присылаем очень честно, то есть нам нет необходимости золотить пилюлю и кого-то поощрять за квалификацию, которую у него нет, просто потому что всегда есть возможность доучиться. Даже если человек получил шестой уровень, он может, не знаю, в течение пары недель уровень подтянуть до седьмой, мы без всяких проблем выпишем ему еще одно удостоверение, нам это будет даже приятно. А вот для получения восьмого максимального уровня квалификации и диплома профессиональной переподготовки нужно пройти, конечно, полный курс обучения, царских путей в геометрии нет. В дистанционном обучении царских путей тоже, к сожалению или к счастью, нет. Но результаты обучения, как я уже сказала, у нас очень хорошие. На 1 декабря 2016 года обучения прошли уже 220 человек, при этом 85% из них вышли на продвинутый уровень даже при очень низком входном уровне. На это, конечно, смотреть бывает очень приятно. И именно вот таким участникам, конечно, приятнее всего выдавать удостоверение повышения квалификации до седьмого уровня. 26 участников получили значок методолог дистанционного обучения, то есть они способны разрабатывать дистанционные курсы, которые реально позволяют получить именно те результаты обучения, которые заявлены изначально в программе. Факторы успешности обучения меняются в зависимости от уровня. И на базовом уровне к ним относятся понятные инструкции. Но это наша задача, мы понятность этих инструкций гарантируем. Вторым фактором является погружение модул в качестве обучаемого. Попросту говоря, для того, чтобы создавать курсы самим, надо вначале по этим курсам обучиться. Потому что ситуация, когда спрашиваешь у обучающегося, условно говоря, там профессора, говоришь, мы когда-нибудь посетили хоть один вебинар, а он тебе отвечает, слава богу, нет, то, ну, конечно, перспективы печальные. Ну, пусть хотя бы, так сказать, не вебинар, но пусть хотя бы дистанционный курс текстовой почитает. И третьим фактором успеха является курирование обучаемого, когда он может не один на один оставаться со своими проблемами, а обращаться за помощью в любой момент. На продвинутом уровне факторами успеха являются те же самые понятные инструкции, продуманная методика обучения, тоже мы можем ею похвастаться, то есть методика обучения у нас есть. И третий фактор – это обучение строго в группе, не индивидуальное, потому что продвинутый интерактивный уровень и использование интерактивных инструментов по определению предполагает вовлечение в обучение других людей и получение от них обратной связи. В одиночку освоить это будет либо трудно, либо невозможно. Скорее даже невозможно, просто другие люди будут привлечены не в качестве сообучающихся, а подружеские или продвинутые студенты будут давать обратную связь. В любом случае люди нужны. И на уровне мастера факторами обучения становятся строгий контроль освоения материала, постоянный мониторинг и консультирование, практика в своей организации, особенно когда дело доходит до изучения управления дистанционным обучением, и защита выпускной работы, когда обучающийся обязан продемонстрировать, чего он добился. Зная, что выпускная работа будет защищаться, результаты будут контролироваться, а в мудле видно всё, обучающийся начинает внедрять то, что он изучает по ходу обучения и достигает реального практического мастерства, ещё не получив диплом, что само по себе очень для организации выгодно. Здесь вы видите график примерное обучение, и вы видите логику, на которой построено обучение дистанционным технологиям. Вначале обучающийся хочет понять, почему и зачем развивается дистанция, зачем ему вообще это нужно. Потом он учится создавать дистанционные курсы. Потом, как в втором анекдоте про Вовочку, начав писать разборчиво, он хочет писать без ошибок. То есть он хочет делать дистанционные курсы эффектные и эффективными. Потом он хочет их делать правильно, чтобы достигать результаты обучения. Потом он хочет этим процессом уже управлять. И на последнем уровне он хочет демонстрировать достигнутые результаты, что достигается в выпускной квалификационной работе. А в жизни это достигается созданием открытых курсов или открытой конкуренции с другими преподавателями. Записаться на обучение, задать вопросы и уточнить детали можно по контактам, размещенным на нашем сайте или на нашем портале дистанционного обучения. А также остановив это видео и посмотрев телефон или электронный адрес. На вопросы могу отвечать я, директор Центра дистанционного обучения Академии Пастухова Борислав Елена Петровна, а также любые сотрудники нашего центра, которые ответят вам по телефону. Будем рады вашим контактам, рады помочь вам обучить ваших преподавателей дистанционному обучению и управлению дистанционным обучением. Спасибо за внимание.